...принимает на своем поле Олимпик из Леона, или просто Леон. Состав гостей начнем с него. Олимпик Леон в воротах Грегори Купе, 3-й номер Эд Милсон, 4-й Лавиль, 7-й Марле, 9-й Андерсон, 17-й Марк Вивьен Фойе, игрок сборной Камеруна, 18-й Стит Мальбранк, 19-й Жан-Марк Шанле, 20-й Патрик Мюллер, игрок сборной Швейцарии, 22-й Давид Линарес и 26-й Жереми Брэше. Валенсия в воротах Каниссарес, 1-й, 2-й Пельегрино, 5-й Джуфит, 6-й Мендиета, капитан команды 9-й Диего Лонсо, 15-й Карпони, 17-й Хуан Санчес, 18-й номер Кили, 19-й Бараха, 20-й Англома и 21-й Мия. Валенсия в черно-белой форме. Леон в форме цвета неопределенного, такого сероватого. Маскировочная форма. Это Эктор Купер, главный тренер Валенсии. Он ломает по-прежнему голову над тем, как выстроить игру в атаке в сезоне своей команды, первым после многих лет, без Клаудио Пьехо Лопеса. И в этом матче в атаке, наконец, вышли два реальных форварда. Диего Лонсо и Кили Гонсалес. До сих пор Купер, как правило, выпускал в стартом составе Златко Заховича. И он не вполне справлялся с ролью оттянутого форварда. Даже не в дело ни в нем, а в том, что вся команда играла не вполне сбалансированно. А тут еще и травма Дидье Дешама, полученная как раз в последнем матче Лиги Чемпионов. Леон играл достаточно агрессивно. Команда очень грамотно защищалась. И это, пожалуй, ответ на один из главнейших вопросов борьбы в группе С, поскольку Валенсия здесь смотрится явным фаворитом среди Олимпиакоса Хиренвена и Леона. И поэтому здравые действия французского клуба, безусловно, обнадеживают. Борьба в этой группе еще предстоит. Сони Андерсон, имеющий двухлетний опыт игр за Барселону, атаковал ворот Валенсии. Барселона и Валенсии всегда были чрезвычайно такими принципиальными соперниками. И поэтому Андерсон по старой памяти, кстати, ему так не удалось забить Валенсии. Конечно, атакует на местах и с особым азартом. Грегори Купе играет кулаками, достаточно уверенно. Вообще игра проходит в очень вязкой борьбе. Леону удалось заставить Валенсию не показать быстрого и агрессивного футбола на привычных коростях. Хотя, впрочем, возможно, это было связано еще и с тем, что в атаке действовало совершенно экспериментальное сочетание. В общем, Хуан Санчес, конечно, нападающий своеобразно, но и так безоговорочно верит в него только один Эктор Купе. В конце первого тайма Валенсия получила право на 11-метровый удар. Кили Гонсалес вошел по левому плану до лицевой линии. Вот здесь вот мяч попал, кажется, в руку кого-то из защитников. Видит, кажется, другой немножечко эпизод. Это просто атака Валенсии, одна из немногих ударшихся Кили Гонсалес. Он буквально воскрес в последних матчах. У него появился в Валенсии очень сильный конкурент. 19-летний Висенте, игрок молодежной сборной Испании, который проводит свой первый фанский рейтинг. В каждом матче выходит на замену. И вот Кили Гонсалес, как и же два мяча, Висенте забил в чемпионате Испании. И вот Кили Гонсалес, ворвавшись в штрафную, падает в борьбе с футболистом Леона. Не очень хорошо было видно, кто это такой. Это 19-й номер Жан-Марк Шанле, опытный игрок, выступавший за Нант периода льдоборца Спартаком. И один из лучших пенальтистов в мире Гайцко Миндета мажет 11-метровый. И Хуан Санчес еще и не добивает. Всего лишь третий пенальти Миндета в карьере незабитый. В общем, каждый его промах становится событием. Мажет он примерно раз в год. Так что соперники Валенсии в нынешнем сезоне должны это принять во внимание. Миндета почти все бьет по вратарю. Здесь видите, Купе удалось его перехитрить. То есть, где-то смотрит на вратарю, тогда уже бьет. Купе словно изготовился к прыжку в угол, но в конце концов остался на месте. Итак, 0-0 по итогам первого тайма. Хотя в Валенсии были еще возможности. Купе поймал кураж и, так сказать, так и не пустил никого в свои ворота. Защитил, так сказать, свое купе. 0-0 после первого тайма, а сразу после перерыва, вернее, почти сразу после перерыва, Эктор Купер начал игру замен. Судил матч, кстати, говорит Альянс Стефано Браски, известный футбольный арбитр. Но мы видим, что с каждой минутой, в общем, мы все реже видим Леон на чужой половине поля. Конечно, не стоит забывать, что Альянс Стефано Браски. Но вряд ли, так сказать, к такому методу прибегли испанские журналисты, чтобы составить представление об игре неправильно. Просто действительно Леон больше защищается. Вот одна из немногих атак в последнее время. Очень интересный эпизод. Откуда бить штрафной? Спор был в двух или трех, наверное, сантиметрах, но, может быть, в четырех. И желтый качку получил Патрик Мюллер, игрок сборной Швейцарии. А чем закончил штраф, нам так и не показали. Вот ведь интересно у нас сегодня какие отчеты. Вот дальний удар наносит игрок Леон. Это снова Сони Андерсон. Вот футболист, в общем-то, подпишающий действовать в штрафной соперника. И уже второй раз сегодня он бьет издалека. Тоже характеристика игры Леона и проблем, с которыми столкнулась команда, играя против Валентий. И вот наступила 71-я минута. С поля уходит Луис Мия. На поле появляется Златко Захович. А чуть раньше одного ударного форварда Диего Алонса сменил другой Джон Карью. И, пошла немножечко, другая игра. Ну, сначала Карбони теряет мяч в центре поля, но я не это имел в виду. Атака Леона не закончилась. И чем здесь, пожалуй, не самое лучшее продолжение выбрал Мальбранк. И дальний удар, в общем, даже опасным, называется его трудно. Ударом, что бил Стив Марле, боец, который сейчас, наверное, один из лучших в фильмстве Франции. Нарушение правил около штрафной Леона. Сбивают Заховича. И к мячу уверенной походкой направляется Гаис Комендьета. Хлавиль получил жертвы за счет капитан Леона. Однако бьет другой человек, бьет Златка Захович. И бьет в дальний угол очень прицельно. А вот так Захович. Участвует еще в одной атаке, борется на втором этаже. Купер волнуется. Известный принцип. Не забываешь, ты забиваешь. Забиваю тебе. Хоть увалились ей какие-то 100% на гривых ротах, но атакует она достаточно много. И не может добиться результата. Видите, уже даже начинает раскрываться. Так хочет забить. И вот 78-я минута. Захович после изящной комбинации на кратке вырывается в штрафную. Правой ногой в рот этот мяч. И левый посылает его в тот угол, в направлении к которому он бежал. Посмотрите еще раз. Такая изящная комбинация. Как же Захович быстро и на, в общем, нешуточной скорости не самый простой мяч принял и тут же послал его в ворота. Не позволив Грегори Купе сблизиться с собой. Так счет стал 1-0 в пользу Варенсии. Леон попробовал изменить ход игры. А это вот Висенте, новая испанская звезда, о которой я вам говорил. Выходит вместо Кили Гонсалеса. Но у Леона получилось не очень. Вот одна из других атак. Снова атакует Марле. И прерывает эту острую передачу Рубен Бараха. Напомню, самый дорогой футболист в истории Варенсии. Хотя казалось бы, чего особенного. Вот ведь в Варенсии Ромарио поиграл и Артега. А самым дорогим футболистом стал почему-то Бараха. Такие гримасы рынка. Еще одна атака Леона. Пас на Андерсона. И тот бьет в дальний угол. Мне кажется, что рикошет, который получился, мог бы выйти значительно опаснее. Удар медиеты. Это очень опасно. И на этом матче, собственно говоря, имел неосторожность закончиться. Варенсия победила 1-0 за счет гола Златко-Заховича. И продолжает лидировать в своей группе, группе С. В группе С, как и в группе Б, не было пока ни одной ничьей. Варенсия имеет абсолютный результат. 9 очков в трех матчах. Олимпиакос, проигравший Валенсии, имеет 6. Леон, проигравший Валенсии и Олимпиакосу, имеет 3. А Херенвен, вновь уступивший на сей раз в Греции, 0-2. Оба мяча у Олимпиакоса, правил бразилец Джованни, замыкает турнир на таблицу и, кажется, уже и не преподнесет даже никакой сенсации. А ведь мог бы. Группа D. Матч ее мы в этот раз вам не покажем.